Добрый вечер, Гольм. Меня зовут Наталья Волынец, и я приглашаю всех провести этот вечер на телеканале «Беларусь-4». Напоминаю, по вторникам у нас обычно полезные советы, и сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о правильном поведении. Расскажем, что же такое современный этикет, что такое культурное воспитание, как вести себя в общественных местах. Ну и, вы знаете, наверное, научимся даже решать некоторые конфликтные ситуации, и, что интересно, узнаем, какая речь сегодня в моде. Вы знаете, дорогие друзья, очень интересно ваше мнение, каких правил приличного поведения обычно придерживаетесь вы. 34-22-43, телефон прямого эфира, звоните в студию, присоединяйтесь к нашей беседе, и, конечно же, ждем ваших сообщений в Вайбере. Ну а пока разобраться в этих вопросах нам помогут гости в студии. Итак, сегодня у меня в гостях психолог Людмила Тутынина, директор средней школы номер 12 города Гомеля Вячеслав Антоненко, консультант по этикету Марина Сулим и руководитель первого в Гомеле ораторского клуба Татьяна Остапенко. Всем добрый вечер, и спасибо, что нашли время для наших зрителей. Ну, с чего начнем? С французского модельера Пьера Кардена. Кстати, он считал, что ухоженный вид, грамотная речь, дорогие друзья, и воспитание. Вот что всегда будет в моде. Мне очень интересно, согласны ли вы с таким утверждением, Татьяна? Я абсолютно согласна. То есть речь, вы считаете, это одно из... Для меня речь – это главное. Я всегда говорю, что голос – это мощнейшее оружие коммуникации, и когда человек говорит красиво, я вообще перестаю замечать какие-то внешние недостатки, что-то еще несколько раз было, да много раз было в жизни, вот когда говоришь с человеком, да, мы встречаем по одежке, мы вот сразу представляем какого-то человека, как-то его себе позиционируем внутри, и спустя там 10 минут беседы мы понимаем, что мы полностью погрузились. Обволакивает голосом. Я очень реагирую на грудной резонатор, да, когда низкий женский голос, когда низкий мужской голос, когда вот этот бархат стелет. Для меня это равносильно урчащие кошки. Никогда не думала, что столько много можно говорить про речь. Спасибо. Я представляю, как будет интересно сегодня. Ждем, ждем, Татьяна, полезных советов. Марина, а как вы считаете, ухоженный вид? Насколько это действительно, скажем, важно, когда мы говорим о культуре человека? О культуре это первостепенно, потому что этикет подразумевает опрятный внешний вид. Внешний вид, извините, скромность, это не зажатость, скромность, это скорее умеренность. Воспитание, манеры. Это и есть наше лицо. Это первое, что люди видят до того, как они нас узнали. Осанка, безусловно. Ещё до того, как человек с нами познакомился, успел рассмотреть наше лицо, и до того, как мы начали общаться, мы видим, как человек себя несёт, как он идёт, и уже делаем какие-то выводы, потому что первое впечатление за 12 секунд формируется. Вот, дорогие друзья, вот такие полезные советы тоже впереди в течение ближайшего часа. Я думаю, да, что Марина, консультант по этикету, расскажет нам сегодня много полезного, интересного, и уверена почему-то, что нового. То, что казалось для нас обычным, а на самом деле мы что-то, наверное, делаем всё-таки не так. Вячеслав Владимирович, воспитание. Ну, воспитание всегда было самым главным. Всегда в моде, да, можно так сказать? Да. Какой бы тяжелый период ни был в истории развития человечества, но каждый тип общества, каждая цивилизация, она воспитывала по-своему. И, допустим, были у нас такие тёмные страницы, когда к интеллигентным, к опрятным, очень таким манерным людям, ну, с негативом относились, а больше ценились люди рабочего класса, да, и труда. Но, тем не менее, жизнь всё расставляет на свои места и ценится как раз-таки вот эти вот... Вот очень интересно вот услышать ваше мнение. Что же такое, скажем, ну, этические нормы, да, и культура поведения сегодня? Вот что вот лично вы вкладываете вот в эти понятия сегодня? Ну, вы знаете, они постоянно меняются. Допустим, то, что было в нормах морали среднего века, абсолютно отличается от морали сегодняшних дней, да, вот в отношениях мужчин и женщин есть какие-то вот кардинальные, я бы сказал, изменения. Но мне кажется, они уже за последние 20 лет несколько изменились. Да, отношения между родителями и детьми, то есть это вот как общество вот идёт вместе с прогрессом, как они смотрят на то, как должны развиваться человеческие отношения, так и видоизменяется, по сути, этика и мораль. Ну что ж, более конкретно поговорим далее в программе. Людмила, вот лично ты и вообще наука психологии, что понимаешь под такими понятиями, как, ну, например, культурное поведение? У нас, кстати, есть возможность это написать, запечатлеть, да. Культурное поведение? Ну, что хочу сказать? Во-первых, у человека есть такая привилегия, да, формировать своё бытие по своему усмотрению, да. И вот на что мы чувствительны? Ну, первое, наверное, на что мы чувствительны, это как мы вообще ведём себя, да, манера нашего поведения. Итак, первое – это поведение. Поведение в обществе где-то. Конечно, конечно, поведение в обществе. Второе – как мы общаемся. Вот прямо вот всё, что говорила наша гостья, да, вот прямо вот бальзам на мои уши. Вот, как мы общаемся. Культура речи какая-то. Культура речи, конечно же. То есть это то, что формирует, в принципе, сегодня, вот, скажем, эти самые эстические наши правила какие-то. Да, к слову сказать, очень люблю бывать в Санкт-Петербурге и слушать, как говорят вот женщины, мужчины, старые такой закалки, где правильно вот выговаривают слова, предложения. Третий момент. Когда мы ценим, ну, что мы в других людях ещё ценим? Ну, наверное, какие-то правила, определённое поведение, какой-то этикет, если я понимаю. Ну, давайте напишем этикет. Или правила поведения, да. Ну, я хотела сказать, что когда мы ценим труд другого человека, например, дворник убрался, да, и чтобы не сорить, да. Мы заходим в магазин, как это красиво, вот, выложен товар, чтобы, ну, скажем так, не перебирать лишний раз. То есть мы ценим того, кто своими ручками это сделал. Ну, вот об этом я говорю. Уважение к чужому труду. Уважение к чужому труду. Я это хотела бы написать, для меня это важно. Ну, мне кажется, это и есть, наверное, основа всё-таки, этикет. Марина, а что такое вообще этикет вот в наше время? И давно ли вообще существует такое явление, когда люди научились составлять эти правила, по которым потом живут? Мы научились составлять эти правила действительно люди, но по распоряжению одного человека, это был француз, это был король Людовик. В один прекрасный момент он решил, что нужно свод правил, по которым всем будет понятно, с кем можно танцевать, с кем нельзя, с кем и как разговаривать, с кем стоит общаться, с кем не стоит и как это делать. И вот с этого пошло. Этикет как таковой возник ещё до нашей эры, это был Древний Египет, но, естественно, этикет как воспитание, как и образование было прерогативой всё же знати, непростого народа. Но следует отметить, что от этикета освобождались только простолюдины, но только в общении друг с другом. А, ну понятно, да. Поэтому этикет нас сопровождает на протяжении веков и тысячелетий. А зачем? Зачем нам этикет? Вот ваша точка зрения. Ну это же рационально и просто. Вот, например, смотрите ситуацию. Вы столкнулись в дверях, кто-то заходит, кто-то выходит. И вот как вам разобраться? Конечно, для этого удобно будет, если для этого будет правило. Конечно, вы должны сначала дать людям возможность выйти, а потом уже зайти в помещение. Это удобно. Этикет вообще очень рациональная дисциплина. Это навык. И учиться ему никогда не поздно. Если человек не соблюдает какие-то правила этикета, он, скажем так, считается некультурным или он просто нарушает вот эту гармонию вхождения, выхождения и каких-то особых правил? Что это такое вообще? Как бы выходить призвали? Человек, который, ну не знает, как присесть, как поставить ножки, куда поставить сумочку. Как вы вообще относитесь? Знаете, как на экзамене у профессора. Не доучила. Не доучила. Тоже это следует, причем нужно, я считаю, что культуру следует прививать деткам уже с раннего возраста. Это навык, который в первую очередь формируется прежде всего в семье. Потом, конечно, это уже другие социальные институты, школы, университеты, работа и далее. Но в первую очередь это же, конечно же, семья. Вячеслав Владимирович, в школе существует сегодня такой предмет, ну вот что-то типа правила поведения, этикет. Я знаю, есть предмет УБЖ. Ну, на УБЖ точно не учат этикет. Так. Там учат больше все-таки правил безопасного поведения. Это тоже очень важно. Чем правильного, да, и культурного. А существует такой целый блок, это внеклассная работа, когда дети, начиная с первого класса, посещают уже те же театры. Да, и в процессе этих выходов в общественные места, начиная от того, как добраться до него, как вести себя в троллейбусе, да, в общественном транспорте, заканчивая тем, как передвигаться по тротуару, как там в гардероб подать свою верхнюю одежду. Это все на практике отрабатывается путем вот таких множественных тренировок. Знаю, что некоторые классные руководители планируют обязательно такие классные часы тематические, когда рассматривают самые различные правила, начиная от того, как сервировать стол, заканчивая тем, кто первый должен входить или выходить из лифта. Давайте действительно ответим на этот вопрос. Марин, кто же первый должен входить и выходить из лифта? Этот вопрос, который волнует сегодня. Мне кажется, много программ и статей посвящено сегодня этой теме. Очень много споров на этот счет. Раньше, когда лифт было очень опасным местом, потому что технология не позволяла, прогресс не позволял, и первым в лифт входил мужчина. Чтобы как бы так взять на себя все опасное. Да, а выходила первая женщина. Сейчас в лифт, как и везде, женщина входит в первой, а выходит тот, кто ближе к выходу, потому что лифт пространство очень маленькое, и сложно там соблюдать субординацию. Но, опять же, заходят по старшинству, например, начальник должен заходить в первый в лифт, а потом подчиняет субординацию, так говорит. Но если стоит 10 сотрудников возле лифта, а начальник только-только подошел, конечно, никто не ждет, пока его... Это, знаете, как в каком коллективе? Но, в принципе, правила хорошие. Это должно быть рационально. Нет такого жесткого критерия. То есть интуитивно можно самому иногда не знать каких-то правил, но догадаться и знать, как себя вести. Давайте рассмотрим конкретные ситуации, более-таки приближенные к нашей жизни, вот как вести себя, например, в общественных местах. Существуют ли здесь какие-то беспрекословные правила? Татьяна, вот как вы считаете? Если говорить о голосе и о речи, то очень важным правилом является в общественном месте ее громкость. То есть вы хотите сказать, наоборот, потише? Говорить в общественном месте потише? Нет. Говорить оптимально. То есть выбрать вот эту тонкую грань, где вас не будут переспрашивать, что, что, и вы не будете напрягать чрезмерной громкостью речи. То есть вот этот... на интуитивном уровне обычно мы подстраиваемся под динамику того места, в которое мы попали. Вот очень часто, согласитесь, в общественных местах нам приходится сталкиваться с каким-то хамством, с грубым поведением окружающих людей. Как правильно реагировать в таких ситуациях? Промолчать, сделать какое-то замечание? Если да, то вот как это сделать? Людмила, расскажи. Таша, ну вот могу рассказать сегодняшнюю ситуацию. Вот отправлялась на эфир, сажусь в маршрутное такси. Маршрутки, да? Впереди сидит водитель, ну понятно, и рядом с ним два пустых места. И на остановочке заходит, как я понимаю, то ли приятель, то ли знакомый. Вот они между собой разговаривают, ну как это обычно. И этот приятель просто ругается, причем нецензурно выражается. А много было пассажиров? Достаточно много было пассажиров. И все сидят молчат. И никто не... И никто, да, не вступает в эту как бы... Давай уточним. Марина, вот в такой ситуации, как правильно поступить? Стоит ли обратить внимание водителя на то, что его сосед, его знакомый вот так ведет себя? Конечно. Вам же это неприятно. То есть это нарушает в том числе и ваши личные границы. Вы имеете право на то, чтобы сделать замечание человеку. И сказать, ну не нужно агрессивно как-то быть настроен. В первую очередь нужно быть доброжелательным. Так. Потому что доброжелательному человеку с приятным лицом очень сложно нахамить. Можете поэкспериментировать. Домашнее задание. Спасибо. Да, следует сказать, извините, не могли бы вы не выражаться. Этого будет вполне достаточно. Вы уверены? Все зависит от ситуации. И от степени адекватности вашего собеседия. Безусловно. А как бы, Ольга, вы поступили в такой... Извините, Татьяна, как бы вы поступили в такой ситуации? Ну, а улыбаться. Улыбаться, попросить. Здесь, мне кажется, не очень важно, что конкретно ты говоришь. Обратите внимание, как машет головой ваш сосед, Вячеслав Родинич, учитывая, что вы все-таки директор школы. Как вы ведете себя в ситуации, когда вокруг вас происходит хамство и грубость? Меня жена все время отзергивает и говорит, не лезь. Не лезь. Не воспитывай, да. А как вы это делаете? Как вы воспитываете хама? Ну, обычно я детям делаю замечания. Взрослых, как говорится, уже поздно воспитывать. Но когда дети позволяют себе в общественных местах вести себя плохо, я, конечно, подхожу и говорю, ребят, так делать нельзя, вы в общественном месте. Вот такая вот фраза, они тогда реально расставляют координаты. То, что они между собой, когда взрослые не слышат, это их личное пространство. Я как бы не нарушаю, не вмешиваюсь сюда. Но когда вас уже слышат другие взрослые люди, и вы позволяете себе вот эти вещи, которые у нас под запретом в обществе, этого, конечно, мимо этого проходить нельзя. Потому что сегодня они поругались матом, а завтра могут и малыша побить. Правильно? Ну, вот ситуация, вот как вы считаете, ситуация, которую Людмила сегодня рассказала, вся маршрутка молчит и терпит. Это типичная вообще ситуация для нашего времени, как вы считаете? Наташа, ну это довольно часто. Вот если я оказываюсь рядом с таким человеком, я делаю замечание. Но поскольку я там сидела чуть ли не в конце, я все равно это слышала. А кто сидел впереди, они так сидели, просто терпели. Так вот, очень важно то, что вы сказали, что нужно вмешиваться, если мы не будем показывать. Вот обычные граждане, что нам это не нравится, да, вот ваше поведение. Как люди будут об этом знать, да, например, когда выгуливают собаку, за ней не убирают. Как они будут знать, что нам это неприятно, правда? Или, например, в подъезде курят, бросают окурки. Как они будут знать? А вот это общественное мнение формировать нужно, не проходить мимо. И, ну, вот как девочки говорят, с улыбкой. Я не всегда с улыбкой. Вот поподробнее, у тебя не всегда получается? Нет, у меня... Ты знаешь все эти правила, и при этом сама не можешь не воспользоваться. Но дело в том, что есть какой-то, наверное, предел, да, предел, когда... Когда даже улыбку не можешь из себя... Да, когда ты понимаешь, что здесь вообще улыбка твоя неуместна, да. То есть когда человек ругается некрасиво, да. И что тогда надо делать в такой ситуации? Ну, в зависимости от того, где ты, да. Маршрутка. Маршрутка. Я делаю замечание. Я говорю, мужчина, посмотрите, я говорю, сколько женщин. Вот я могу вот так вот сказать. И обычно так, ой, извините, пожалуйста. То есть они как будто забывают, вот... Я не знаю, почему это происходит. Не сложно сказать. Вот. Я делаю замечание. Спасибо. Вот на самом деле еще одна очень важная тема, о которой сегодня очень часто спорят. что должен и чего не должен делать, ну, как говорит, настоящий мужчина. Вот одни считают, да, например, что мужчины современные, они до сих пор обязаны вскакивать, чуть ли не вскакивать, да, в общественном транспорте, когда заходит женщина, причем любого возраста, да, и обязательно заплатить за ужин, если ты пошел, например, женщиной где-то отдохнуть. Вот правы ли они, вот кто ответит на этот вопрос? Давайте, наверное, Марина. Ну, насчет того, кто платит за ужин, платит тот, кто пригласил. Если звучит фраза «давай сходим куда-нибудь», тогда счет делится напополам. А когда звучит предложение, именно предложение «я тебя приглашаю», это значит, что приглашающий платит. Но, конечно же, в нашем обществе, в нашей стране принято, чтобы мужчина платил за женщину, если он ее приглашает. И я считаю, что это правильно. А стоит ли переспрашивать после ужина? Тебе что-то должна или нет? Ну, не так прям, да, ну вот каким-то образом. Я бы не стала. Невозможно быть джентльменом пять минут. Вот так вот. Невозможно быть джентльменом пять минут. Кстати, да, действительно, очень интересный совет, что такое... и вообще хорошая тема для разговора. Что такое леди и джентльмены 21 века? Вообще существуют ли такие понятия вот в обиходе сегодня? А вот по поводу, вот нужно ли мужчине вскакивать, когда входит женщина, да, иногда сидишь и просто от следа сгораешь, да, когда сидит весь, ну, автобус, да, и входит женщина, например, там, в возрасте, с авоськами и так далее. И все сидят, отворачиваются, делают вид, что они не видят. Мне кажется, что общество все-таки утратило, да, вот какую-то чувствительность к таким ситуациям. Я, например, в свое время была в Казани, была в общественном транспорте, ездила по городу и была очень поражена. Только входит вот человек в возрасте, неважно, мужчина или женщина, его тут же вот очень так бережно усаживают. Это очень красиво, это очень красиво, и мне кажется, это такой здоровый, правда, здоровый элемент. Это элементарное уважение, наверное. Да, да, да. Элементарное уважение и воспитание, которое, в принципе... И такие города можно продолжать. Одесса, там всегда, даже в маршрутке, всегда уступит место, если женщина или пожилой человек, да. Это Тбилиси. Это есть вот такие вот, не скажу, что... Менталитет немножко трогает. Да, все-таки где-то культура, вот это уважение к старшему и к слабейшему... Но у нас нету этого, правда? Я сейчас не знаю. Сохранилась. Мы, к сожалению, потеряли. Мы это потеряли, Наталья. Где надо это искать? В семьях, в школе? Кто должен этому учить, вернуть этот мир? А в семьях, в семьях. Становить самосознательными. В первую очередь, это самовоспитание. Никто не заложит основы, если нет платформы для этого. Если у человека нет стремления к чему-либо становиться лучше, культурнее. Это же показатель уровня народа, в конце концов. Мы же с вами белорусы. Мне кажется, все-таки семья. Семья, конечно. Обязательно. Конечно. Общество, правда? Да. Вот у меня маленькие дети, и я удивляюсь, насколько они все это... Все копируют. Абсолютно все копируют. Когда мы приходим в гости, допустим, у бабушки, бабушка поражается, вот ей очень нравится, что они за все благодарят. Они никогда не забывают сказать спасибо. Ну, казалось бы, мелочь, все-таки внучки любимые. На самом деле это очень приятно. Если старший сын, вот ему 7 лет, он первый зашел передо мной в подъезд и не подержал мне дверь, я всегда ему скажу. Я скажу ему раз, два, пять, на шестой раз он подержит. И он запомнит. Это как-то программируется все равно в семье, мне кажется. То есть личный пример? Очень. Обязательно. Давайте послушаем, какие сообщения прислали наши зрители. Каких правил приличного поведения придерживаются гомельчане? Александр никогда не приходит в гости без предупреждения. Марина, вот попробуйте прокомментировать. Все верно делает Александр? Конечно. Без звонка мы не приходим в гости. Так, то есть все верно. Так, Ирина, не сушу зонт раскрытым. Какая прелесть. В этом тоже есть какие-то правила этикета, как правильно сушить зонт. Конечно. Сушить зонт в открытом состоянии – это дурной тон. Дурной тон. Вот так. Так, Тарас, в помещении снимает шляпу. Тарас, мы тоже снимаем шляпу перед вами. Мне кажется, это правило, которое знают все с детства. В помещении мужчина снимает шляпу. Или я что-то путаю? Нет, все верно. Все верно. Перчатки перед рукопожатием, шляпа, да. А, ну, Татьяна, вообще замечательное сообщение. Не веду по телефону пустой болтовни. Кстати, это вот, мне кажется, такая болезнь современных женщин особенно, да. Насколько это действительно считается дурным тоном или какими-то плохими манерами, если… Плохими манерами, я бы сказала, это недостаток все же воспитания, потому что разговоры, которые требуют продолжительности более пяти минут по телефону, лучше это перенести на личную встречу. И это, на мой взгляд, рационально, потому что, когда есть телефон, он всегда доступен. Мы так с вами забудем, как наши друзья выглядят. Выглядят так. Да. Хороший совет, Марин, спасибо. Да, действительно, так будем почаще встречаться. Итак, дорогие друзья, более пяти минут по телефону дурной тон. Запомните, пожалуйста, особенно вот обращаем внимание супругов, да. Теперь вот им есть за что пожурить. Пожурить свою жену. Так, в ресторане на чай всегда оставляет Петр. Ольга всегда выключает телефон в театре, а Сергей всегда пропускает дам вперед. Все верно поступают наши зрители? Да, конечно. Ну, то есть, в принципе, правила этикеты нам знакомы. Аташ, а вот мне очень нравится наблюдать, вот как в тех же самых маршрутках, да, когда люди выходят и благодарят водителя. В этом что-то тоже есть какая-то вот особая красота. Или мне нравится вот в магазине, да, когда заходят покупатели, и продавщицы говорят, здравствуйте, добрый день. Ну, я понимаю, что это профессиональное, как бы, волчка. На 17 маршруте маршрутного такси есть один водитель, удивительный, он все время обращается к своим пассажирам, он говорит, почтеннейшие. Не хочет ли кто-то выйти на этой остановке? И, в принципе, люди улыбаются. Я думаю, такая вот ситуация, про которую ты рассказывала, вряд ли бы произошло, когда водитель все-таки, наверное, может быть, это человек, который вот, например, в маленьком таком вот общественном... Я уже хочу в эту маршрутку, там такая опция интересная. Да, действительно удивительный человек, кстати, да, если он нас смотрит, большой привет. Итак, современные социологи, они на самом деле утверждают, что сегодня вот в нашем обществе наблюдается дефицит духовности. Из-за этого как бы вот идут вот эти вот все проблемы. Мы уже начали разговор о том, что поможет восполнить этот пробел, я так понимаю, воспитание в семье, да, это прежде всего, воспитание в школе, поддержание, как бы, да, этих традиций, если я правильно все понимаю. Или у вас другая точка зрения? Ну, духовность — это очень такое всеобъемлющее, очень серьёзное понятие. Одна школа с этим не справится, тут надо больше... Со всех сторон. Да, такой институт, допустим, как религия, то есть церковь, обязательно в этом должен участвовать. Одна школа не поднимет духовность, поверьте. Но без неё, без её участия, наверное, тоже не обойтись. Без участия школы — да. То есть всем миром, у православных это так и называется, всем миром воспитываем. То есть любой чужой человек, если видит то, что отрок делает, как говорится, неправильно, он должен сделать замечаемым. А как вы считаете, вот конкретно, более конкретно, вот как на человека, например, действительно воздействует театр, музей, выставки какие-то? Ну и тоже эстетическое воспитание. Так, как бы вы сказали, вот про эстетическое воспитание. Насколько важно действительно детям, людям, взрослым ходить в театр, допустим? Ну это абсолютно такой, можно сказать, уже нетрадиционный вид искусства, потому что в основном у нас сейчас кино, да, видео, онлайн какие-то выступления блогеров, которые поглощаются целые YouTube-каналы. А театр тоже более такое эстетское наслаждение, когда те же дети видят вживую игру актеров, мне кажется, они не остаются неравнодушными. Потому что тот же блогер может накривляться, 10 дублей снять, а выбрать самые, на его взгляд, самые эффектные, да. У актера так не происходит, и он как бы вот здесь и сейчас, и даже если он ошибся, все это увидели, но он идет дальше. Это совсем другое ощущение. Совсем другое ощущение. Люда, ну я знаю, тебе это вообще сейчас близко, ты сама к театру сейчас умеешь. Наташа, я хочу сказать сначала о духовном воспитании. Дело в том, что вот когда мы говорим о духовности, да, это ведь не только религиозные какие-то там традиции, обычаи, да, хотя это очень важно, это прежде всего знание о своей высшей природе. Это знание не только о том, что я есть тело, но есть во мне вот эта, вот есть вот эта частица, да, высшего. И понимание, что вот во мне это высшее не дает человеку вот вести себя разнузданно. Если я создан по образу и подобию, да, вот сейчас скоро будет религиозный праздник, очень важно над этим размышлять, да. Как же я буду себя вести по-хамски, если я создан по образу и подобию. То есть вот эти моменты, философские беседы, да, философские беседы, вот в преддверии, например, на великих праздников, почему бы вот это не культивировать? Вот это для меня очень важно. Человек духовный, он прежде всего скромен, скромный в проявлениях там эмоций, да, там своего гнева какого-то. И что очень важно, то, что мы говорим, связано с поведением в обществе. Спасибо, Люда, ты прям так хотела это высказать, да, еле сдержалась, спасибо большое. Дорогие друзья, согласитесь, посещение музея и театра во все времена считалось очень хорошим тоном. А вот как вести себя в театре, на самом деле, знает далеко не каждый. И все подробности нам расскажет сейчас художественный руководитель Гомельского областного драматического театра. У нас на телефонной связи Сергей Логутенко. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Дело в том, что вот мы тут бурно обсуждаем, как же себя вести сегодня, какие правила, приличия стоит соблюдать, какие забыть. И, конечно же, театр – это одно из тех мест, где мы, может быть, действительно чувствуем себя как-то неловко иногда, потому что просто не знаем элементарных правил. Расскажите, вот какие правила этикета существуют для посещения театра, вообще как себя нужно вести, чтобы и самому насладиться, вот получить какое-то действительно эстетическое удовольствие от спектакля, ну и чтобы не мешать ни актерам, ни окружающим. Ну, вы понимаете, вообще это тема для отдельной, целой передачи. Так в двух словах это сложно объяснить, потому что театр существует более трех тысяч лет, и какие-то правила, какие-то законы, их много. Но самое главное, вот в пределах тех нескольких минут, которыми я располагаю, я могу сказать, сейчас век техники, гаджетов, телефонов. Самое главное, надо зрителю помнить, что так как они видят и слышат нас, мы точно так же видим и слышим их. И когда раздается телефонный звонок, и голос зритель забывает о том, что он не в кинотеатре, а все-таки в театре, и мы его слышим, начинает разговаривать, вроде того, такой текст у него звучит, подожди, я сейчас в театре, и это на них зал. Конечно, это самое главное правило, что нужно отключить, конечно же, мобильный телефон, или хотя бы поставить его на беззвучный режим. А вообще театр сейчас, как это модно говорить, в тренде. Все уже давно понимают, что можно пригласить молодого человека, девушку в клуб, в ресторан, но это уже не так модно, как это было там 20-30 лет тому назад. А прийти в театр, это уже стильно. Это уже говорит о каком-то образовании, о образованности, о вкусе. Все-таки увидеть игру, живую игру актеров. Мы же готовимся к встрече с зрителем, мы одеваем костюм, мы гримируемся, и точно так же зритель приходит к нам. Вот как меня учили, в театр надо приходить в костюме. Я был на гастролях в Калининграде, и меня очень поразило то, что девушки молодые, молодые девушки приходят на спектакль в вечерних платьях, в буфлях на высотном кабинете. Они переодеваются в гардиоты, и тогда вот актеры это видят, и они говорят, ну вот действительно, люди пришли на встречу с чем-то прекрасным, с чем-то необычным, то, что их может удивить и поразить. То есть это праздник. Ну, конечно, еще то, что нас, мягко говоря, раздражает, это то, когда во время действия люди встают и ходят по залу. Ну, бывают всякие в жизни моменты. Человек, ну, надо срочно выйти. Он вышел. Но когда он точно так же гордо в полный рост возвращается, это нас очень отвлекает. Мы же собираемся силами, мыслями, мы какой день готовимся к этому вечернему спектаклю, чтобы, ну, силой своего таланта, который у нас есть, своего умения, удивить зрителя, рассказать ему о чем-то замечательном и прекрасном. Вот это раздражает. Раньше еще говорили, нельзя есть шоколадки, чтобы фольгой не оплекать актера в одессе, но сейчас вот на мобильных телефонов гораздо страшнее любого слушания фольга шоколада. А вообще, я думаю так, что мы, актеры, театр, мы побоем эту тенденцию тем, что когда зритель приходит, ему интересно, ему нужно мобильного телефона, меда, шоколадки. И когда он идет навстречу с прекрасным, ну, когда человек идет навстречу с любимым человеком, может стараться нарядиться, может стараться выглядеть хорошо. Ну, если вы любите в театр, приходите к нам, и мы вас будем радовать своей игрой, своими костюмами, своими декорациями, а вы нас будете радовать своими улицами, аплодисментами, и своими теплыми и теплыми душами, которыми вы согреваете, согреваете не только нас. Ну, не зря работает. Мы хотим, чтобы в мире больше было доброты и удивительства. Вы знаете, такой вот крик души прям. Сергей, спасибо вам большое. У меня буквально два вопроса. У меня к вам есть вопрос конкретный. А когда, в принципе, положено дарить цветы после спектакля? В любое время, когда понравился эпизод, или только в конце? Ну, конечно же, нет. Ну, мне странно, что вы мне сдаёте такой вопрос. Конечно же, в конце спектакля. Ну, как это? Ну, нравится эпизод, и мы побежали на сцену обнимать и целовать, понравившись на мастера. Ну, нет, конечно. Вообще, надо вот выдержать небольшую паузу. Вот. Вот актёры вышли на поклён, выдохнули, сказали, всё, мы сделали всё, что могли для вас. Поклонились. Отошли назад, второй поклён выходит, и уже дитям может выходить и дарить цветы. Мы очень стесняемся, мы не избалованы в этом модели цветов, как избалованы, может быть, столичные артики. Но всегда это очень приятно. И аплодисменты. И только все эти аплодисменты. И глаза, горячие в зал. Я же говорил, начальщик, мы очень хорошо видим зрителя, в зале. И чувствуем его. Сергей, расскажите нам, какой ближайший спектакль в Гомельском областном драматическом театре? Ближайший спектакль? Репестарный? Ну да. Что у вас в ближайшие дни будет пригласить зрителей? В ближайшие дни у нас будет спектакль. Спасибо, Марков. В ближайшие дни у нас будет спектакль «Политая». Мы... Вот у нас недавно состоялась премьера уенгерского драматурга «Майор тот и другие». У нас... Мы вот буквально неделю назад мы осуществили международный проект, о котором мечтали и старались его сделать с Черниговским театром. Наши актеры сыграли французский ужин, вот марковский, премьеру с украинскими актрисами. Мы играли на двух языках. Украинский актрис, Черниговский театр играли по-украински, а мы играли на русском. Нас очень тепло принимали, но это очень здорово, все-таки мы тут все рядом и театром объединяем. Нам было очень интересно, мы очень волновались, очень переживали, наши партнерши украинские переживали, но все получилось очень здорово. Спасибо. Я надеюсь, что в скором времени такая же группа украинских актеров приедет к нам и мы сыграем такой совместный спектакль «Французский ужин» на постановке заслуженного артиста Украины Андрея Патирова и на нашей девушке сцене. Ну что ж, мы ждем с нетерпением, Сергей, ждем интересных проектов, интересных спектаклей. Я хочу напомнить всем нашим зрителям, всем телезрителям и вам лично, что в этом году в декабре месяц исполняется восемьдесят лет нашим замечательным театром. Он будет отмечен юбилейным вечером и мы к этому приурочены 14 международных фестивалей «Славянская театральная встреча», которая состоится в декабре месяц. Третье по седьмое декабря. Вот такие сроки у нас в театре. Так что мы ждем всех наших зрителей к нам в гости, на наш юбилей, на наше день рождения. Я думаю, у нас еще в запасе для них очень много хороших подарков и радостных Дорогие друзья, Сергей Логутенко, художественный руководитель Гомельского областного драматического театра, делился полезными советами, как вести себя в театре и рассказал нам о ближайших интересных проектах. Кстати, вот прямо сейчас у нас есть возможность разыграть пригласительные билеты на завтрашний спектакль в Гомельский областной драматический театр. Это будет постановка «Деревья умирают стоя». 34-22-43, такой телефон прямого эфира. Чтобы получить эти билеты в театр, надо позвонить к нам в студию и ответить на вопрос нашего конкурса. Итак, дорогие друзья, как вы считаете, если начало спектакля или концерта задерживается, вот нужно ли аплодировать, чтобы поторопить артистов побыстрее выйти на сцену? Ждем ваш вариант по телефону 34-22-43. Напоминаю, разыгрываем пригласительные билеты на завтрашний спектакль в Гомельский областной драматический театр на постановку «Деревья умирают стоя». Вот услышали, да, один из важных моментов, на что обратил внимание Сергей, шоколадка, да, еда, еда во время спектакля. А ведь сегодня одно из самых, наверное, традиционных уже становится поглощение попкорна в кинотеатрах. Я вообще разницы не вижу в этих видах искусства. Вот как относитесь, вот мне интересно, Вячеслав Владимирович, как вы относитесь к тому, что сегодня в кинотеатре мы употребляем какую-то еду типа попкорна? Вы же детям как-то рассказываете, объясняете правильно или неправильно? Ну, про наши современные 3D кинотеатры, когда звук настолько себя обволакивает, то, что кто-то рядом ест попкорн, это не сильно уже мешает. Вы считаете, что это нормально? Нормально, запах попкорна в кино, это уже норма, и это уже не мешает. Не мешает. Это тем, что тоже согласно. Если бы достали какой-то хот-дох или котлету, да, но попкорн, он имеет такой карамельный запах и водичка в подстаканнике. Вы считаете, от попкорна до котлеты очень далеко, да? Да, да. Марина, как бы вы отреагировали? На самом деле, я соглашусь, да, действительно, если это никому не мешает, если это газировка не на соседа, и попкорн не на колени другу, то это вполне допустимо. Единственное, чего не позволяет этикет, это неудобства людей, которые находятся рядом, и, конечно же, запахи. Никакой рыбы, никакого котлеток, салатов и так далее. То есть, все должно быть в рамках, конечно, лучше, если это будет что-то маленькое, небольшое, как батончик, шоколад, как попкорн, водичка, сок, почему нет? Но все должно быть аккуратно, и, конечно же, нужно не забывать убирать за собой после. Людмила, может быть, у тебя есть другая точка зрения? Уже ли все считают, что в кинотеатре это прилично употреблять попкорн? Наташ, я хочу немножко расширить эту тему, да, но поскольку я бизнес-тренер, я обслуживаю предприятия, организации, да, и очень часто приходится разбирать конфликты. И вы знаете, на чем строятся конфликты? На мелочах, в частности, например, кто-то из сотрудников любит приносить рыбу есть, и кому-то это не нравится, запах, да, или там кто-то там чеснок, вот зима была, да, люди спасались от гриппа чесноком, вот мне вот интересно. На работе? На работе, да, то есть вот кусочек, зубчик чеснока и на работе. А другого человека это раздражает? Абсолютно, абсолютно. Вот мне интересно, как к этим ситуациям относиться? Неуместно так себя вести и в том числе все, что касается запахов, это же распространяется не только на еду, но и на чрезмерное использование парфюма. Каких-то других косметических компонентов, в том числе и если вы что-то трогаете с коллегами одновременно, вот женщины очень часто любят ручки кремом намазать, да, а потом ручки, поручни, и все ходят тоже за эти же ручки и поручни. Тоже не совсем хорошо, но если ты хочешь, воспользуйся, но сделай так, чтобы другие люди не участвовали в твоих личных каких-то моментах. Мария, я вот вас слушаю и понимаю одно, что, скажем так, правила поведения, они, в принципе, должны не мешать остальным. Конечно. То есть, самое главное, все должно быть комфортно, вы должны себя вести так, чтобы было комфортно окружающим. Конечно. Это, наверное, одно изгонное правило. Это комфорт окружающих, это ваш комфорт, и, конечно же, это просто приятное впечатление, которое мы производим своей речью, воспитанием, поведением, уважением, банальным уважением друг к другу. Дорогие друзья, вот сразу после рекламы мы расскажем, как правильно присесть, где должна стоять сумочка, как правильно научиться говорить, и вообще расскажем о том, как феминизму, интернет, мессенджеры, все это повлияло на наше поведение, изменило его сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Дамы и господа, леди и джентльмены, дорогие друзья, ну вот согласитесь, такое, наверное, обращение для многих кажется сегодня каким-то бессмысленным, что называется, расшаркиванием. Многие уверены, что соблюдение вот таких вот норм, они, это все-таки пережиток прошлого, тем более вот сегодня, время, когда скоростей, когда думать о хороших манерах, наверное, особенно в повседневной жизни, просто некогда. Вот действительно, некоторые правила этикета кажутся нам какими-то сегодня смешными, может быть, даже устаревшими, но значит ли это, что без них вообще можно обойтись? Точки над «и» вот прямо сейчас расставит наш консультант по этикету Марина Сулим, кстати, ученица австрийской высшей школы этикета. Марина, вот по вашим наблюдениям, какие самые частые правила этикета мы нарушаем сегодня, может быть, даже не задумываясь об этом? Мы молчим, когда заходим куда-либо. Вот мы заходим в помещение, и мы ждем, что с нами поздоровается консультант, нас встретит организатор, менеджер. И все забываем о простом правиле, когда мы, куда бы мы ни заходили и кем бы мы ни являлись по социальному статусу, мы всегда здороваемся, всегда здороваемся, всегда придерживаем дверь. Что еще? Всегда хотим пропустить кого-то вперед, что нам кажется, с одной стороны, это же так вежливо, всегда пропустить другого человека. Но когда вы хотите выйти, а человек зайти, то сначала, в первую очередь, вам нужно выйти, чтобы другой мог зайти. И вот все в таких мелочах. В мелочах, казалось бы, вроде бы делаем правильно, а с другой стороны просто не обращаем на это внимания. Вот насчет обращения. Насколько корректно сегодня и как вообще надо обращаться к людям, учитывая, что в нашем обществе отсутствуют такие обращения, как мадам, месье. Обычно, знаете, как у нас говорят, согласитесь, молодой человек, девушка, подайте там, мужчина, обратите внимание, помогите. Это правильно, нет? От гендерного отделения стоило бы воздержаться. Лучше просто употребить обращение на «вы», либо «извините», «простите, пожалуйста», «не могли бы вы помочь мне чем-либо». Но у нас, в нашем пространстве, существует обращение более официальное. Это гражданин, либо гражданка. Но я бы не отказалась, господин, госпожа. Это тоже вполне уместно, потому что от дореволюционного сударь-сударыня мы отказались после революции. Ну, ни гражданка, ни сударь-сударыня, ни господин, я в нашем обществе давно не слышала. Обычно у нас девушка, но это уместно к молодой женщине обращение. Это наше типичное, вот они, традиционное наше выражение. Поэтому лучше от этого отказаться. Конечно, молодой человек приятно слышать, но когда это мужчина еще с таким, мужчина, то это как-то уже не очень звучит, и, например, некоторым мужчинам не нравится. А если я хочу обратиться к Вячеславу Владимировичу с вашими советами, если я буду им следовать, я должна сказать, господин Антонов, Антоника, господин Вячеслав или господин Вячеслав Владимирович. Лучше просто по именему отчеству, если вы знакомы. Вячеслав Владимирович, да. К незнакомым просто извините и продолжайте, что вы хотели сказать. А вот такие вот слова, например, когда в группе с девушками сидишь, например, барышни, вот мне нравится. Вполне уместно. Это не нравится? Даже мне кажется. Не уместно? Вполне уместно. Мне очень нравится барышня. Но когда я еду, например, молодые ребята... Мне кажется, это такое что-то устаревшее и несколько ироничное. Хлопцы, я обращаюсь. Даже если, например, путешествую где-то, например, по России, я говорю, хлопцы, все такое, ой, вы с Беларусь. Очень разговорно. На мой взгляд, это слишком разговорно. Но оно как-то, знаете, утепляет отношения сразу. Это, конечно же, не по этикету и не в рамках такого чопорного воспитания. Но если говорить о контактности, о тепле, о каких-то более таких нежных моментах, то, конечно, вполне уместно. Главное, чтобы людям тепло было. Вот вы произвели приятное впечатление. Это уже важно. Так что я к вам, девочки, во время эфира обращаться. Барышни. Ну, только не хлопцы, вот, Крислав Владимирович. Хотя бы не так. Давайте послушаем, какие интересные правила приличного поведения соблюдают наши зрители. Они сообщают нам об этом в Вайбере. Марина, может быть, тоже прокомментируете. Ну, Анатолий, он считает, что быть культурным в наше время очень сложно, особенно, когда за рулем. Вот здесь, по-моему, да, не поспоришь. Правило этикета скромность, это все же умеренность, выражение своих эмоций в том числе. Но и вежливость на дорогах никто не отменял. Вот, да, это для всех водителей сейчас вот такое правило было. Елена пишет, что никогда пристально не рассматривает людей и считает такое поведение бестактным. Можно сказать? Конечно, это бестактно. Если вы встретились с человеком взглядом и смотрите на него дольше нескольких секунд, это уже считается неуместным. Аликс очень уважает старших и начальство. Все верно? Все верно? Уважение, конечно. Уважение всегда, да, всегда в моде. Юлия, нож держу в правой руке, а вилку в левой. Юля, я надеюсь, не постоянно, потому что, наверное, да, есть какие-то правила, когда все наоборот. Конечно, ну наоборот, вряд ли, вот для спагетти вилочкой держится все же в правой. Наташа, вот такой интересный вопрос. Сейчас у многих фотоаппараты, да? Да. Вот путешествуя, ты видишь, ну просто замечательное лисо и хочется его сфотографировать, да? Как подойти и сказать, что я, можно ли мне тебя сфотографировать? Как? Прямо извиниться, сказать человеку комплимент. Мы все забываем о том, что нужно говорить комплименты людям. У нас как-то это делать стыдно и нам кажется, ой, это так неловко, а почему не сказать человеку просто, что он сегодня замечательно выглядит. Это вот кажется мелочь, а настроение человека может улучшиться. То есть вы очень красивы, можно вас сфотографировать? Да. Но, конечно, нужно спросить у человека разрешение, потому что, возможно, он этого не хочет. Еще несколько сообщений от зрителей. Ольга никогда не озвучивает свой возраст и заработок? Неуместно об этом говорить. То есть делает правильно Ольга? Ни в каком обществе, конечно. Но спрашивать женщину, сколько ей лет... Или говорить об этом самой, да, я сегодня сделал хорошую сделку и заработал столько-то денег, или... Это неприлично. Они говорят о религии, о политике, о здоровье, о возрасте, о деньгах не разговариваю в приличном обществе. В приличном обществе. Ну мы про приличное обществе. Еще раз повторите, пожалуйста. Для Людмилы, для Людмилы. Если у вас более близкие отношения... О здоровье, Религия, политика, здоровье Еще раз повторите, Марина, вот для Людмилы Те зрители, которые не успели О чем нельзя никогда говорить в приличном обществе? Политика, религия, здоровье, деньги Так о чем же говорить? Только о погоде Ну это политики есть Нет, почему же? Есть много замечательных тем В сфере искусства Обсуждайте поход в театр, в кино Делитесь новостями Хорошо, а где говорить о политике? Если вы собрались Именно по поводу политики Либо в каком-то более Дружеском кругу Хорошо, у меня есть Предложение поговорить Насколько феминизм в принципе изменил Какие-то правила нашего поведения Вот согласитесь, сегодня не каждая женщина Не каждый мужчина Проявляет галантность В понятном значении этого слова И не каждая женщина, современная, готова Принимать галантность Идет женщина по улице, несет тяжелую сумку Представляете, подходите, вы к ней говорите, можно я вам помогу? Я думаю, что многие откажутся По определенным причинам Так вот, насколько действительно Как вы считаете, Марина Феминизм изменил наши правила? Мы разучились принимать комплименты И делать их Мы разучились принимать знаки внимания То есть нас это уже пугает Когда абсолютно незнакомый человек Говорит женщине комплимент Либо предлагает ей чем-то Движение, когда мужчина боится даже дверь женщине открыть Потому что его могут привлечь до этого Ну, скажем так, я считаю, что идея феминизма Она несколько искажена стала со временем Потому что в самом начале Феминизм за доброе дело Женщины-то боролись на самом деле Но пришли к чему пришли Что уже все сами Все сами Спрашивается, чего хотели А как вам нравится Современная женщина Которая смелая, самоуверенная И не принимает никакой помощи от мужчин Даже который пытается ей Помочь там сумку донести Дверь приоткрыть Вот мне интересно Мнение мужчины сегодня в студии Или все-таки вы за такое Консервативное такое О политике О политике В обществе Неприлично Неприлично, да Ну что, будем мучиться А феминизм это же идеология Это идеология Это идеология Будем мучиться Но все равно я с вами поспорю Мы сегодня собрались как раз-таки Вот именно для этого Вот Марина Вот поддержите меня Я отвечу просто В нашем обществе В белорусском патриархальном Феминизм Ну пока еще честно не приживает Вас это радует? Да Спасибо за откровенность в любом случае Как вести себя правильно в наше время Один из главных вопросов Сегодняшнего прямого эфира Марин, есть какие-то универсальные Правила хорошего тона Которые могут пригодиться В любой жизненной ситуации Покажите нам И расскажите Я могу продемонстрировать Как девушкам Сидеть как леди Садиться как леди Давайте быстренько Давайте быстренько И поправим все что не так Для этого следует Завести немножко Ножку назад Любую из двух Чтобы она была опорной Садимся мы всегда В одно движение Сгибаются только колени Мы не заваливаем Ничего назад И ничего не наклоняем Вперед И садимся всегда В одно движение Затем ножки всегда Колени вместе Для девушек Это очень важно Чтобы на вас не было надето Всегда колени вместе Ножки всегда под уклоном Это обезопасит Проверяем Все ли мы делаем правильно Можно такое классическое положение Ножек Можно ножку на ногу забросить Но тоже под углом Можно слегка завести Одну ногу за другую Да Это сложно делать Особенно когда нужно сидеть С прямой спиной И никуда Не наклоняться Не заваливаться Не опираться Вообще Ручки двигаются Только вдоль Корпуса И мы не махаем Как птички Мы не махаем Татьяна Ни за столом Нигде Мне кажется Это очень интересно Знать такие Но мы женщины Мы же хотим выглядеть Красиво и достойно Никто не обещал Что будет легко Хорошо Сумочка Куда вечно руки Сумочка Не знаешь Вот что с ними Да Присаживаемся мы На две трети стульчика Либо на три четвертых И всегда у нас остается Пространство сзади Если вам удобно Сумочку поставить сбоку У вас есть еще место Поставьте ее сбоку Если нет Поставьте ее сзади Не подпирайте Сзади Даже если эта сумка Большая Офисный например Чемодан с бумагами Его не всегда безопасно И не всегда удобно Ставить с собой на пол Об нее может кто-то споткнуться Официант может нести вам заказ И этот заказ окажется Совсем не на положенном ему месте Поэтому лучше все же Поставить ее рядом По поводу того Когда мы присаживаемся Очень распространенная Самая распространенная ошибка Куда бы мы ни пришли Мы что делаем Телефончик достаем из кармана И сразу ложим его на стол На обеденном столе Телефон не ложится Как и во время переговоров Телефон остается Либо в кармане Либо в сумочке И конечно на беззвучный режим Тут вот интересный вопрос Людмила задавала до эфира Когда можно пудрить носик Например Если ты с кем-то Где-то Пудрить носик Поправлять помаду Что-то поправлять с волосами Если это не легкое движение рукой Все что требует Открытие вашей сумочки И извлечение из нее Любого предмета Это все остается За дверями уборной Этого театра Никто не должен видеть Это вы когда расплачиваетесь Вы достаете кошелек Но все что касается Приведения себя в порядок В том числе и для мужчин Повязывать галстук Тоже только в уборной С ботинками И с верхней одеждой Вот Обтряхивание Это тоже только в уборной То есть это не выносится На всеобщее обозрение Это же ваше личное Спасибо Марин Дорогие друзья Вот такие вот Казал бы хитрые Вроде бы как известные И понятные правила Для современных леди Ну давайте попробуем По крайней мере попробуем Попытаемся Да И ножки И ручки И сумочки И телефоны И пудреницы Да Действительно держать Все на своих местах Напоминаю дорогие друзья Что это прямой эфир На телеканале Беларусь 4 И мы объявили конкурс Разыгрываем билеты На завтрашний спектакль В Гомельский областной Драматический театр На постановку Деревья умирают стоя Очень интересны ваши варианты Как вы считаете Если начало спектакля Или концерта задерживается Вот надо ли зрителям аплодировать Чтобы поторопить артистов Хороший ли вот этот тон Или все-таки дурной У нас есть один вариант ответа Давайте послушаем Добрый вечер Вы в прямом эфире Добрый вечер Добрый Давайте познакомимся с вами Я Оля Ольга Ольга В театр часто ходите? Я обожаю театр Хожу часто Ну значит вы должны знать Все правила хорошего тона Вот давайте еще раз напомню вопрос Вот начался спектакль Концер Точнее задерживается Начало спектакля Или концерта Вот вы обычно как делаете? Вы аплодируете Вот чтобы поторопить артистов? Нет, я жду Срепелива Пока процесс начнется Сам с тобой Марина, вот как вы считаете Это правильный ответ на вопрос? Я бы не стала подгонять артистов Мы же ради них пришли А не они ради нас Конечно Действительно Правильный ответ нет То есть ни в коем случае Нельзя подгонять артистов Если действительно Что-то такое произошло Значит на это есть Объективные причины Сидим и ждем спектакля Ну что ж Поздравляю нашу телезрительницу Билеты на завтрашний спектакль В Гомельский областной Драматический театр На постановку Деревья умирают стоя Только что вы выиграли В прямом эфире Дорогие друзья Есть еще несколько сообщений От наших зрителей Вот кстати конкретные вопросы Как правильно есть суши? Руками или вилкой? Кто может ответить Палочками Палочками Правильно С одной стороны Марина Могу сказать Что у нас К азиатской культуре Мы не приучены Но В азиатской культуре Женщина руками к еде Не притрагивается никогда Мужчина это делать может У нас подают Вилку иногда Но я бы сказала Что это делать Неправильно Это выглядит Но это все равно Что спагетти Вот как вы будете Кушать спагетти Вы будете кушать вилочкой Или как детки в Италии Накручивают это все Ложечка Вилочка Вы же не будете Это кушать руками Даже если вы вилкой Не умеете пользоваться Спасибо Подготовьтесь Спасибо Марина Хотелось бы затронуть Еще действительно Чистоту речи И языка Насколько вот интернет Как вы считаете Повлиял сегодня На наше Скажем так Речевое поведение Вот Татьяна расскажи Очень сильно повлиял Вот все мы знаем Что есть такое понятие Как экстраверт Интроверт Да и в современном мире Появилось третье понятие Которое называется Текставерт И очень сильно Это понятие применимо На данный момент К подросткам Подростки Которые Из обилия соцсетей И мессенджеров Да Они общаются Да Че привет Че как Норм Ок То есть Культуры речи В интернете нет вообще Я молчу О нецензурной лектике Но текставерт Это человек Которому проще Излагать свои мысли И эмоции В письменном виде В тексте То есть это человек По сути Который немножко Боится живого общения Которому гораздо проще Перенести все это В сеть Или в мессенджер Написать И ему будет хорошо И на самом деле Таких людей Становится все больше И больше У меня есть статистика В одной минской школе Провели Ты не там читала Провели Интересный опрос Среди учащихся Седьмых Восьмых Классов Насколько интернет Влияет На скажем Частоту речи И на языковое восприятие Учащихся Были две интересные цифры 87 процентов Детей Они считают Очень уместным Употребление Нецензурной лексики Для выражения эмоций Я имею ввиду В интернете В социальных сетях И ничего в этом В принципе Зазорного Не видят То есть вот тему Нецензурной лексики Хотелось бы тоже продолжить В нашей программе Какая вообще ответственность За мат Допустим В общественном месте Предусмотренном в Беларуси Узнаем из телефонного звонка Дорогие друзья У нас на связи Официальный представитель Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Виталий Пристромов Виталий, добрый вечер Добрый вечер Наталья Добрый вечер Дорогие гости Существуют И зрители Спасибо Мы очень рады Слышать вас в прямом эфире Виталий, расскажите Какая ответственность Предусмотрена в нашей стране За нецензурную лексику Ну что же Давайте начнем Немножко маленький ликвец Понятие Нецензурной брони В общественном месте Была отключена Из диспозиции СОСИ 17.1 Нелго-полиганского кодекса Об административных правонарушения Деспубликировались В прошлом году С учетом изменений Она теперь звучит так Оскорбительное представление гражданам И другие мощные действия Нарушающие общественный порядок Деятельность организации Или спокойствие граждан И выражающие Виновное уважение к обществу Но это ни в коем случае Не означает Что находясь в учительном месте А это не только улица Но и государственная организация Торговое заведение Можно использовать Нецензурную брань Направо и налево Как раз таки Здесь все наоборот Нецензурная ругань Между приятелями Свери Может стать причиной Доставления в милицию По очень простым обстоятельствам Брань услышали Посторонние третьи лица Которые просто не желают Мириться с тем Что рядом находятся хамы Позволяющие нарушать Права граждан Их спокойствие И общественных порядок Ведь смотрите Браньная ругань Это же неуважение К обществу Которому с вами существует Едва ли будут довольны Брани Поживые люди Или дети Которые находятся поблизости Если еще после Сделанного замечания В адрес Неравнодушного человека Последствия Непозорного высказывания Или открепления То можно смело Обращаться за помощью Как-то так Спасибо большое Очень ценные советы Спасибо большое Виталий Пристромов Официальный представитель Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Дал нам действительно Полезные советы И ценную информацию Время передачи Очень быстро Как бы так уходит И конечно хотелось бы Чтобы Татьяна Рассказала Какие-то полезные советы Дала Что такое Говорить правильно И какая речь Сегодня считается Модной Научите нас Модной В моде Как мы сказали В начале программы Всегда грамотная речь Это в первую очередь Если человек говорит Неграмотно Делает какие-то ошибки Стоит ли его поправлять Кстати В моей практике Было несколько Таких некомфортных ситуаций Когда я имела Неосторожность Поправить человека Не в своем пространстве То есть когда люди приходят ко мне В ораторский клуб Допустим Я имею право Но я сразу им об этом говорю Что ребята здесь Можно я вас буду поправлять Они мне говорят Конечно Конечно мы для этого Сюда и пришли И я со спокойной душой Начинаю рассказывать им О правильных ударениях Либо очень ненавязчиво поправлять А в обществе На самом деле Можно натолкнуться На очень На большую неприязнь Этого Хорошо Какое ты имеешь право Меня исправлять И на самом деле Да Я чувствовала себя Не очень комфортно Я от души извинилась И сказала себе Таня Стоп В следующий раз Как бы Поостерегайся Хорошо Татьяна Расскажите Какие-то общие принципы Как сделать свою речь красивой Может быть даже покажите нам Какие-то упражнения Важно помнить И всем, кто приходит Я всегда говорю Что речь Как и вокал Невозможно без дыхания То дыхание, к которому Мы с вами привыкли Когда мы делаем Вдох У нас поднимается Грудная клетка И вздымаются плечи Костоабдоминальное дыхание Оно пригодно Для жизни Для того, чтобы не умереть От недостатка кислорода Если попросту говоря Если мы говорим То есть как только мы открываем рот Для того, чтобы начать говорить Или петь Это уже не важно Дыхание должно быть диафрагменным Это то, что необходимо освоить Вот на первом этапе Всем, кто работает плечи Покажите, как это Как это так сделать Чтобы дыхание было То есть когда мы делаем В обычной жизни вдох Во время вдоха у нас Поднимаются плечи Грудная клетка И подтягивается живот На выдох Мы расслабляемся И живот наш Возвращается в исходное положение Вот нам нужно просто Сломать систему То есть если положить Свою руку на живот То на вдох диафрагмальный Живот должен надуться Как шарик Следуя законам логики А на выдох Сдуться Вот это самое большое препятствие Которое обычно Что мы не умеем делать Да Людям трудно сломать систему Но на это обычно требуется Как бы от одного до нескольких дней Вот Ну и нужно уметь свой голос будить Да Я еще буквально минутку Будить Будить свой голос Обязательно Да Ну я Говорила до эфира О том что голос Обязательно должен проснуться За Мы должны проснуться За два часа До того Как нам понадобится Голос Это значит два часа Мы должны молчать Нет Не молчать Не молчать Но в полную силу Голос Зазвучит только через два часа После пробуждения Мы все Как правило Все мы с утра Такие немножко Басы Да Да Вот Хочется прокашляться Выпить чашечку кофе И как-то Разбудить свой голос Этому очень помогает Мычание Просто помычать В нос Вот прямо В нос и в губы Этот звук называется Масочным Когда у вас Вибрируют губы Он такой Звенящий Звенящий Это просыпает Пробуждает Наш нос А нос Дает Сонорность Нашей речи Потому что Большая часть Согласных Они сонорные К ним И если нос Звучит Если нос Проснулся И дает Эту сонорность Этим согласным То речь яркая Речь звонкая Объемная И выпуклая Могу Сказать буквально Две скороговорки Которые позволяют Мне Пробуждать Так сказать Речь Они Очень хорошо Если их выучить И использовать Так как экспресс Разминку Вам перед эфиром Да Очень Я знаю тоже несколько Вот мне интересно Что вы предложите Первая скороговорка Она сонорная Ее нужно читать Абсолютно в нос Как удав Из мультика Люда Попробуй Попробуй повторить Наши зрители Чтобы наши зрители Понимали Что это возможно Попробуй Не жалела Мама Мыла Мама Мыла Милу Мылом И так далее В общем там Четыре строки В этой скороговорке Но очень важно Чтобы нос Прямо прозвенелся Ну и еще одна Наша любимая Скороговорка Про Карла Но она несколько Модифицирована Карлик Лекарь Карлу Карлица Карлик Лару Украл Карлы Карлица Вячеслав Владимирович Сколько вам надо времени По-моему завтра Чтобы выучить Такую скороговорку На самом деле все легко Здорово Вы знаете Аплодирую Татьяна Отлично Это здорово Когда скороговорки освоишь Научишься диафрагму Правильно Когда мы дышим животом, мы снимаем 95% всей нагрузки со связок. То есть, когда мы дышим с вами грудью, все 100% за все речевые качества, за силу, за громкость, за интонацию, за резонаторы, за все отвечают наши маленькие эластичные голосовые связки. Когда мы переходим на диафрагменное дыхание, мы 95% нагрузки снимаем. Мы способны животом управлять силой и громкостью. Ко мне часто приходят на занятия преподаватели, которые в силу преподавательской деятельности считают нормой то, что к концу рабочего дня они имеют подсевшие связки, сипацу вот эту. И очень многих я отправляю прямиком к фониатру, потому что я понимаю, что проблема застарела. Если научиться использовать свой голос правильно, потому что это инструмент, как и скрипка, как и фортепиано, который просто мы не умеем на нем играть. Мы не умеем его настраивать, не умеем играть. И когда мы научимся его осваивать, мы можем говорить часами громко, ярко, выпукло, объемно, и наш голос не будет уставать. Вячеслав Владимирович, вот как Вы считаете, вот эти советы, которые сегодня звучат в прямом эфире, как правильно держать спину, куда положить телефон, как правильно говорить и владеть своей речью, не только эти моменты, как правильно разруливать какие-то конфликтные ситуации. Насколько они сегодня находятся в отражении и в системе образования? Насколько действительно дети, скажем, могут ориентироваться, и стоит ли вообще ориентироваться им в таких мелочах? Образование постоянно занимается этими вопросами. Не надо думать, что наши дети с годами становятся хуже. Они, поверьте, лучше. Они интересуются, в том числе, культурой речи, культурой поведения. Мы иногда шокированы такими единичными плохими случаями, но не замечаем того, что очень многое хорошее. Хорошие дети, а значит хорошие педагоги. Хорошие дети, хорошие люди, а если где-то что-то не так, то это все вместе мы можем поправить. Спасибо. Ну, Вы знаете, такое довольно оптимистичное начало. Еще пару сообщений от наших зрителей. Чистую, красивую речь, считает Юлия, на улице сегодня слышишь редко. Василий пишет, что культурные родители, культурные дети. Не поспоришь с этим. Ну, а Анна, замечательное сообщение, хотелось бы действительно им закончить нашу программу. Анна пишет, что стараюсь подавать своим детям личный пример. Мне кажется, действительно, стоит, наверное, с этого и начать. Подавать личный пример. Спасибо большое всем участникам сегодняшнего эфира. Ну, к сожалению, да, вот многие из нас воспринимают какие-то нормы этикета, какие-то там этические нормы, как нечто такое зазорное, что-то ненужное, забывая при этом все-таки, дорогие друзья, что вот какое-то грубое и такое бестактное поведение все-таки может вызвать в ответ самое страшное, это обратную реакцию. Вот, и если задуматься об этом, может быть, мы станем вести себя лучше. Очень надеюсь, что советы нашей сегодняшней программы Вам пригодятся и сделают Вас более счастливыми и добрыми. Это был еще один добрый вечер Гомес, Наталья Волонет. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok